Всем привет! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко и мы приготовим пирог с киви. Для приготовления нам потребуется 3 яйца, 160 грамм муки, 130 грамм сахарного песка, 50 миллилитров подсолнечного масла, чайная ложка разрыхлителя теста и киви. Можно взять одно, два. Главное, чтобы киви были плотные. Общий вес киви 170-180 грамм. С помощью миксера смешаем яйца и сахарный песок. Взбиваем 2-3 минуты. В получившуюся смесь добавляем масло, муку и пол пачки разрыхлителя, это чайная ложка. Всё аккуратно размешиваем. Размешиваем уже лопаточкой, не миксером, в однородную массу. Тесто готово. Вот такое по консистенции оно получилось. Выкладываем его в смазанную маслом чашу мультиварки. Просто переливаем всё тесто. Киви нарезаем не очень крупными кусочками и выкладываем на тесто. Закрываем крышку мультиварки. Готовить будем на режиме выпечка. У меня ручной режим при температуре 130 градусов 1 час. Теста у нас не очень много, поэтому часа будет достаточно. Время истекло. Вот такой кекс получился. Через 5 минут будем доставать. Достаем кекс с помощью корзины пароварки. Так как объём теста был не очень большой, сам кекс получился тоже не очень высокий, но очень вкусный. Давайте посмотрим кекс в разрезе. Вот так пирог с киви выглядит в разрезе. Как вы видите, киви распределилось равномерно и само киви придаёт небольшую кислинку. Второй рецепт. Приготовим пирог на сметане с виноградом. Для приготовления нам потребуется 260 грамм муки, 160 грамм сахарного песка, 150 грамм сметаны, 3 крупных яйца, 60 миллилитров подсолнечного масла, пачка разрыхлителя теста весом 10 грамм и 200 грамм винограда без косточек. Миксером взбиваем яйца и сахарный песок. В получившуюся смесь добавляем масло, сметану, аккуратно перемешиваем, уже лопаточкой, не миксером. И добавляем муку. Пока муку не размешали, добавляем разрыхлитель. И аккуратно всё перемешиваем. Тесто будет готово. Вот таким по консистенции получается тесто густое, кексовое. Теперь добавляем промытый виноград. Ещё раз хочу сказать виноград без косточек. И аккуратно всё вмешиваем. Можно будет сразу выпекать. В смазанную маслом чашу мультиварки выкладываем всё тесто. Закрываем крышку мультиварки. Готовить буду на ручном режиме. Можно готовить на режиме выпечка. При температуре 130 градусов, 1 час 10 минут. Нажимаем старт. Время истекло. Вот такой высокий пышный пирог получился. Через 5 минут будем его доставать. И так, как вы видите, пирог светлый сверху, но он полностью готов. То есть проверяем зубочисткой. Зубочистка сухая. Поэтому можно его доставать. Достаем с помощью корзины пароварки. Мне часто задают много вопросов, почему форма пирога у меня выпуклая. На фото, на видео. Как вы видите, чаша мультиварки, она такая полукруглая в виде котелка. Поэтому, когда я снимаю чашу мультиварки, вот такой полукруглый пирог получается. Именно этой стороной я и подаю на стол. Аккуратно перекладываю пирог. То есть, вот он вверх у меня. Я его вверх дном так и перекладываю на тарелку. Осталось посмотреть, как пирог выглядит в разрезе. У меня он еще горячий. Как вы видите, виноград распределился равномерно. Здесь, здесь, вот здесь сверху. Вот он распределяется по всему тесту. При этом, тесто получается сочное. Оно на сметане, с маслом. Абсолютно не сухое и очень вкусное. Третий рецепт. Мы приготовим манник с морковью и яблоками. Для приготовления нам потребуется 140 грамм муки, 120 грамм манной крупы, 90 грамм сахарного песка, пачка разрыхлителя теста весом 10 грамм, 250 грамм моркови, 200 грамм яблок и 5 столовых ложек подсолнечного масла. Если яблоки и моркови будут суховатыми, необходимо будет добавить воды. Сначала смешиваем сухие ингредиенты. Манную крупу, муку, сахарный песок, разрыхлитель. Перемешиваем. Добавляем масло. Натертую на мелкой терке морковь. Морковь в пироге не чувствуется. Она придаст цвет и сочность выпечке. Также добавляем натертые на мелкой терке яблоки. Яблоки натирала вместе с кожурой. Аккуратно все перемешиваем. Морковь, яблоки, масло. Все должно смешаться с тестом. Итак, тесто я хорошо размешала. Смотрите, какое по консистенции оно получилось. Однородное. Достаточно липнущее к рукам. Жидкости я не добавляла. То есть, мне сока яблок и моркови хватило. Будем сразу выпекать. Чашу мультиварки смазываем маслом. И выкладываем все тесто. В пироге достаточно много фруктов и овощей. Буду готовить на ручном режиме. Можно готовить на режиме выпечка. При температуре 130 градусов. 1 час 20 минут. Через час 20 манник будет готов. Время истекло. Вот такой манник получился. Сама выпечка получается по цвету очень яркая. Такого насыщенного оранжевого цвета. Через 5 минут будем доставать. Достаем с помощью корзины пароварки. Плотная структура. Но при этом выпечка достаточно полезная. Здесь много фруктов и овощей. Мало сахара и жиров. Вот так манник выглядит в разрезе. Быстро, просто и очень вкусно. Такую выпечку можно приготовить и в пост. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии. Подписывайтесь на канал. Нажимайте колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых рецептах. Всем приятного чаепития и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!